всем привет меня зовут катя вы на моем канале о вязании к тому времени как я собралась снять видео уже большая часть готовых работ отправилась к своим новым хозяевам поэтому их показать я вам не могу но сегодня основной упор сделаю на мастер-класс который даже на 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 три мастер класса что один из них бесплатные и 2 платных начнем наверное с мастер-класса 1 в котором одна игрушечка и это вот такой зайчик вот он так выглядит связан зайчик из тонкого плюша камера трясется из дольче а нет это не из дольче baby это кстати сейчас название не скажу это воланс бани baby свитер свитер ну то есть как то вот так называется 100 граммов и я кстати хотел пару слов сказать по поводу этой пряжи я сейчас наверное покажу моточек уже без этикетки вот у меня моточек белого цвета он белый передается больше молочный но он все-таки скорее белый мне пряжа понравилась тактильно по повязанию больше чем дольче baby метраж у нее схожи в дольче baby 50 грамм 85 метров а здесь 100 грамм 160 метров ну приблизительным но она чуть по по объем не я дальше покажу в сравнении две игрушки связаны по одному же поэтому описать по одному и тому же описанию но вот из дольче baby из вот воланс вот этот вот свитер свитер как-то так называется вот и поэтому здесь белый цвет это вот воланс а красный это дольче baby ну и даже визуально наверное видно что дольче baby она вот как на красном цвете она более дырявая дырявая что ли здесь белый более плотный цвет и белый цвет в дольче baby мне не понравился совсем он очень жесткий кстати точно так же как и светло такой мятный цвет вот в воланс вот этом вот тоненьком мне тоже не понравился вообще невозможно вязать то есть настолько он скрипучий и жесткий то есть вот бывают какие-то определенные цвета которые ну совсем из них неприятно вязать значит мастер-класс первый который вышел новый это мастер-класс по такому зайчику что здесь здесь чуть-чуть по-другому не как обычно ввязаны ручки они ввязаны за два ряда то есть не как у всех других да когда они просто ввязываются в одном ряду здесь сшивает связывается ручка а они ну как бы вот имеют такую форму как-то прилегать даже не прилегание во первых они не так торчат вот во вторых они как-то более цельно смотрится с телом ну не знаю мне такой вариант понравился больше возможно можно и также и вот у малышей которые я дальше буду показывать вязать дальше что еще по зайчику да собственно наверное все вяжется он довольно легко и просто утяжки мордочки аналогичные моим мини малышам зайчиком рост у него 30 по моему 5 сантиметров не знаю где у меня здесь наверное рулетки нет но около 30 около 35 сантиметров вместе с померяем до 35 сантиметров вместе с ушками и без ушек соответственно 25 сантиметров вот такой вот малыш первый у меня я вам покажу дальше дальше наверное по бесплатному мастер-класс вышел на вот таких малышей эти связаны оба из dolce baby разный размер глазок все таки вот вот этот размер он побольше наверное это 10 это 8 как-то вот так или это 9 это 8 миллиметров не помню ну вот маленькие глазки мне нравится больше это же в зависимости от пряжи то есть это одна и та же фирма до 1 этаж марка пряжа один и тот же крючок но вот по головам тоже видно что отличается у розового зайчика на какая-то более такая пухленькая у этого более худая и тело тоже у мятного более худенькая получилось в общем это просто мне все что осталось было их 4 был еще желтенький и голубенький это бесплатный мастер-класс он есть у меня в группе вконтакте в группе в которой мастер-классы там есть формате pdf можно скачать оттуда взять вот такой вот мастер-класс на малышей и сейчас я то есть это на совсем малышей они получаются около 15 сантиметров вместе с уж до 15 сантиметров вместе с ушками и по этому же мастер-классу по бесплатному но из обычного из обычной плюшевой пряжи в данном случае это волан с бабе бане baby связан вот такой вот малыш вот в сравнении просто чтобы иметь представление один и тот же мастер-класс и вот такая разница в размерах единственное я не помню может быть здесь чуть-чуть увеличила ушки но честно говоря когда я вязала не помню все остальное связано по мастер-классу с ушками не помню а возможно и а возможно и не увеличивала в общем из воланса получается вместе с ушками 22 сантиметра то есть 15 маленький и 22 вот такой вот зайчик побольше здесь по моему трапециевидные глазки у него вставлены такие блестящие серенькие у первых всех зайчиков носики но сейчас я их еще раз не все одного покажу я носики приклеивала пластиковые потом у одного зайчика меня просто попросили на заказ связать зайца не с приклеенными а с вышитым носиком я его связала и мне он очень понравился намного больше чем пластиковые носики возможно если носик будет как это называется бархатный он будет лучше смотреться но вот эти вот глянцевые носы ну вот они собственно вот этот глянцевый носик не знаю мне не нравится мне вот больше нравится все таки в данном случае больше нравится вышитый носик и ну в плане безопасности естественно тоже если это для совсем маленьких детей но и даже визуально поэтому уже у всех остальных зайцев вот тут тоже вышит носик здесь белый урод на белом фоне розовый как-то не очень смотрелась поэтому здесь я уже вышивал коричневым цветом вот здесь на сером розовые в общем как-то вот так и так это что касается бесплатного мастер-класса еще раз скажу он есть моей группе вконтакте ссылочки все есть в ю тубе в шапке ю тубе наверху там где все ссылки там есть ссылка на контакт на группу вот такие вот малыши дальше наверное еще она собственно все остальное уже не все остальное еще был связан вот такой гном он связан по бесплатному видео мастер-класса визу ли от маму ли что ли как то вот так называется канал вот так он выглядит сзади ну то есть тут по сути вязать эти тела до ручки ввязаны носик пришит борода здесь из меня не было софте был но это пряжа аналогичная крисмос аделия не помню как называется но я вообще искала крисмос от янарт она такая же не помню название я купил целую упаковку на для вязания елочных игрушек стать их тоже покажу вот и использовала вот немножко набор да потому что целая упаковка мне она я даже не знаю куда ее еще можно применить вот такой гномик получился я его планирую оставить себе давно я хотела подобного гномика новогоднего рождественского возможно с красным цветом он бы смотрелся лучше хотя и вот этот вот он на самом деле изумрудный цвет передается очень темным но он такой прям вот насыщенный изумрудный цвет передается почти черным каким-то так это гномик вот дальше это уже по моему мастер-классу но вот такой необычный связался зайчик морковкин здесь пряжа волан так по моему все волан с бане baby ну то есть это обычный толстый плюш здесь зеленый это дольче он же на гноме тоже опять же носик вышит мне нравится мне кажется они намного более аккуратные с такими с вышитыми носиками глазки здесь 18 миллиметров вставлены и вот такая у него оранжевая пижамка значит еще для тех кто тоже спрашивает по размерам зайчики из обычной плюши так называть пряжи потому что она вся аналогичная 30 где-то один сантиметр вместе с ушками и 23 сантиметра без ушек это если вязать из обычной плюшевые пряжи обычного метража я имею ввиду то есть это дольче гималайя долфин baby волан с бани baby ну и аналогичные где на 100 грамм идет 120 метров это она все равно тоже вся отличается по цветам и чуть толще чуть тоньше но вот в среднем они получаются вот такого размера дальше по такому же мастер-классу это опять же все мой мастер-класс есть отдельный мастер-класс на зайчиков вот на таких как я вам только что показал да вот они все вот они опять же 2 зайчика связанные по моему мастер-класс плюшевый зайчик здесь толстый плюш здесь дольче baby кстати вот из дольче baby вот этот вот бежевый цвет он на какой-то самый такой тоненький из него получаются самые миниатюрные игрушки потому что вот для сравнения это тоже дольче baby голубой но вот все зайчики из вот этого бежевого цвета у меня была целая упаковка и я их связала много ну то есть они вот все такие маленькие почему-то получается не могу сказать почему и дальше буду показывать тоже еще игрушки из этого же ну то есть вот мишка зайка ну то не все но мишка может быть чуть-чуть покрупнее но все равно они все довольно миниатюрные получаются именно из вот этого бежевого цвета а здесь почему такие ушки ушки связаны из коалы гималая коала потому что естественно у меня закончилась пряжа хватило ровно на одно ушко на второе ушко не хватило поэтому у меня лежали когда-то вязала альпаку альпаку из вот такого цвета и у меня оставался прям небольшой кусочек вот я решила он так по цвету в принципе подходит но здесь так как пряжа сама по себе очень плотная то это просто одинарные ушки ну то есть просто овал связан с одной стороны чуть больше вывязан без всяких схем без описаний просто на глаз вязала вот и вот такой вот зайчик с необычными мохнатыми такими меховыми ушками получился дальше еще что касается новогодних игрушек это вот такой шарик надо еще веревочку сделать шарик зайка с бантиком и вот такой шарик снеговичок с шляпкой глазки здесь приклеены снеговичка шляпка пришита внутри обычные пластиковые шарики ну то есть самые самые простые вот они купленные фикс прайсе я на самом деле пожалел наполнитель но и с наполнителем шарики все равно не получится такие идеально ровные они довольно легкие с наполнителем мне кажется даже тяжелее чем вот эту не знаю общем очень удобно обвязывать плюс уже есть место для веревочки кто-то веревочку ставит а кто-то кто на скрепочки вешает на елку или там свои какие-то веревочки ну какие-то определенные да мои снимет например и повесят на свои тут уже есть куда за что прикрепить куда прицепить и повесить здесь в шляпе в этом в основании в донышке картон приклеена чтобы она так форму держал все она не набита ничего она сама по себе вот держит формы и пришита здесь только по низу шляпка так ну зайка я сейчас покажу первый вариант зайки секунду сначала был связан вот такой зайчик но связан он был то есть вот представьте что он был связан без морковки без всего была голова и с утяжками здесь с небольшими и внизу был красным только такой же как зеленый только красный воротничок и выглядело это как-то ну как от оторванная голова от игрушки то есть не как елочный шарик опять же если бы шарик было в таком в такой форме шарика и просто там возможно глазки он бы смотрелся как шарик но так как здесь утяжки то уже это смотрится не как шарика как голова зайки поэтому все красным вот это вот воротничок красный был безжалостно срезан оторван и я связала вот такую морковку из плюшевой пряжи и обвязку сделать такую зелененькую мне кажется так он довольно милый такой необычный уже не шарик а как елочная игрушка вполне себе мне нравится и они все вот три игрушки вполне могут стать одним набором здесь неплохо сочетаются все цвета то есть по сути здесь красный белый и оранжевый ценут зеленый только еще добавлен вот очень неплохо на елке смотрится я фотографировала на веточках еловых купила веточки отлично эти шарики вообще эти елочные игрушки вязаные отлично смотрятся на зеленых веточках так это наверное все что касается того что у меня есть наличие из готовых работ и теперь что касается мастер-класса изначально был мастер-класс еще раз повторюсь на вязаных вот этих вот зайчиков мини зайчиков вот их один и вот такой если ну с обычными ушками которые в мастер-классе дальше появился мастер-класс следом на лисенка плюшевого я его тоже уже показывала тоже есть отдельный мастер-класс на плюшевого лисенка здесь лисенок больше потому что он связан из волонсбанни то есть ну из обычного плюша но все какой-то небольшой получился то ли я туго вязала не знаю ну то есть зайчик с таким же телом выглядит существенно больше лисенка лисенок почему-то получился вот такой небольшой и дальше я стала вязать уже не помню в какой последовательности кто следующий был по моему следующего после зайчика я связала олененка то же самое вот опять же кстати посмотрите бежевый цвет опять маленькая такая игрушечка основа у всех одинаковая основа тела голова утяжки меняются только мордочки но рожки и ушки дальше появился медвежонок вот такой милашный мне он кстати очень нравится какой он получился и именно вот с такой мордочкой не с беленькой не не с молочной а вот цвета тела дальше был связан вот такой котик в мастер-классе дано описание на мордочку вот такую хвостик у него все как полагается утяжка на лапках на ручках на ножках но в принципе вполне можно связать котика с обычной утяжкой как у зайчика но только кошачьи ушки и здесь вы штучки и вполне себе тоже котик милый получится но мне захотелось более такую кошачью мордашку сделать здесь идеально встал носик на безопасном креплении то здесь он не приклеен он вставлен и потом уже мордочка пришита там как раз получается мастер-классе вот это вот место вывязывается куда идеально встает носик и уже понятно что в другое место его не вставишь дальше была связана по моему я тоже показывал была связана вот такая единорожка с розовыми глазками вот с такой гривы хвостиком у всех они все с такими пузатенькими телами вот такими пузиками есть на рожка тоже я хотела показать да единорожка связана как раз из вот этого воланс тоненького тоже она покрупнее выглядит чем dolce baby и последний довезет связала я его вчера жирафик он тоже из воланса то есть вот они как-то более объемный и мне честно говоря пряжа воланс вот этот вот свитер которая дать у него хвостик есть мне она понравилась вязание намного больше ну по крайней мере те цвета которые я попробовала у меня был вот желтый белый ну и все и мятный светлый мне не понравился а вот эти вот два очень приятные они какие-то более таким набитые что ли более объемные какие-то более пухлявые что ли ну не знаю как это правильно сказать вот общем мне вязание очень понравился из этой пряжи ножки это dolce baby вот и поэтому сегодня вышел мастер-класс на 7 разных игрушек плюшевые малыши называется 7 игрушек по одному описанию то есть меняются ну соответственно только отдельные виды отдельные там мордашки вот вот так это выглядит лисичку сюда не буду класть он что она больше вот такие вот малыши они получаются около по моему 20 сантиметров это если зайчиков мерить возможно даже чуть меньше ну до 19 сантиметров где-то вот единорожка получается зайчики 20 сантиметров вместе с ушками а вот эти вот малыши вот эти малыши они по моему 16 сантиметров сейчас я померю до 16 сантиметров но это вот именно из вот этого бежевого цвета надо попробовать связать мишку еще из пряжи dolce baby но другого цвета и сравнить какого размера то есть где-то 16 20 сантиметров они получаются по данному мастер-классу если из обычную плюшевые пряжи то соответственно 24 где-то сантиметра 25 они получаются если это не зайчики потому что с ушками зайчики 28 все наверное что я хотела показать сейчас я вижу хочу сделать наборчик вот пинеточку у меня одна готова пухнорки хочу сделать набор как у меня уже продались хотела тоже показать были наборчики baby боксики будет вот такие пинетки с пумпончиками норковыми будет туда же зайка и погремушка зайка пока еще не придумала в каком цвете то ли тоже серым ну наверное будет беленький зайчик или молочный зайчик с серым воротничком это в процессе но здесь уже я особо никуда не спешу то есть как свяжу так свяжу все еще раз скажу если у кого-то появилось желание приобрести мастер-класс на плюшевых малышей или на отдельно мастер-класс только по зайчику или только по лисенку или приобрести мастер-класс на пряжа прилетела на вот этого зайчика либо же посмотреть и скачать мастер-класс бесплатный все это вы найдете у меня в группе вконтакте в группы так и называется мастер-классы ссылочку оставлю здесь наверное внизу под видео но она также есть в шапке на канале youtube все всем пока пока я думаю что до нового года уже вряд ли будут выходить еще какие-то видео поэтому поздравлю всех с наступающим новым годом пожелаю вам всего самого-самого лучшего пожелаю на этих новогодних праздниках связать как можно больше интересных и красивых игрушек поэтому всем пока пока